приветствую всех в нашем блоге псы городских окраин как вы могли понять из названия этого ролика я сегодня хочу рассказать вам о том сколько примерно километр шагов в день проходит обычный достаточно активный собачник с двумя собаками мотивации к этому ролику послужила непосредственно моя хардкорная усталость которую я испытываю с того момента как у нас появился люсик то есть это чуть больше месяца назад и вот с этого момента я поняла что я постоянно устаю думаешь то ли витамина в тебе не хватает то ли кофеина световой день стал слишком коротким что происходит почему постоянно чувствую себя уставший причем знаете усталость не какая-то моральная там истощение еще что-то вот именно физическое как будто ты весь день пахаешь у тебя болят мышцы особенно мышцы ног ты даже спишь ночью в принципе свою традиционную норму но просыпаешься утром немножечко разбитая и решила так наверное суть в том что я просто очень очень много гуляю сейчас достаточно холодное время года и блин все-таки интересно узнать и сколько же я примерно прохожу в день километров сколько я прохожу шагов собаками и что для этого нужно сделать нужно купить плафит с браслет и да я знаю я всегда была противницей таких аксессоров но в моем случае я себя немножечко оправдываю тем что у меня цель это не находить большое количество шагов не нужна никакая мотивация там какие-то напоминания тренировках мне так каждый день очень очень активный но просто вот интересно я думаю многим другим людям будет полезно узнать вот когда у вас появляется собака как каким образом меняется ваша жизнь я расскажу о плюсах конечно же минусах если вы очень очень внимательно посмотрите в кадр и посмотрите на мое лицо возможно вы можете увидеть небольшие отголоски минуса частых прогулок собакой давайте обо всем по порядку так давайте начнем сразу с главного и начнем сразу с цифр я нашу этот браслет уже больше четырех дней и как выяснилось что за сутки я прохожу примерно минимум от семнадцати тысяч до двадцати двух тысяч шагов то есть это от десяти до шестнадцати километров в среднем у меня минималка была семнадцать тысяч шагов и это было в первый день покупки браслета а после четырех часов я его доделал после четырех часов вечера и я нашагала семнадцать тысяч шагов в обычный такой день я сразу скажу что я специально ничего не нашалили у меня наоборот постоянно усталости хочу поменьше сейчас двигаться вообще но от тренировок я не отказываюсь просто я их немножко сокращаю и делаю их более щадящими что ли вот и я сократила на самом деле прогулки с собаками до трех-четырех раз потому что мне еще в день не кто-то написал типа я очень много гуляю собакой типа он маленький щенок он так или иначе в будущем будет терпеть и он воспримет нормальный график прогулок поэтому особо нет смысла гулять по десять раз в день я такая блин но ведь это не лишено смысла вы знаете я стала более три-четыре раза по четвертую прогулку я гуляю отдельно только слюсик вечером чисто вот сделать свои дела и домой спокойно спать но и вы знаете и он реально стал меньше дома гадить гораздо меньше то есть если раньше прямо каждый наверное час каждые два часа мог продонить по чуть-чуть но полно то сейчас между прогулками вот этими тремя буквально один раз может сделать лужу а большие дела он же делает все на улице то есть свои три три с половиной месяца и мы сейчас спит лежит вот поэтому я сейчас гуляю не так хардкорный часто и гипер ответственно как раньше но само время прогулок конечно же увеличилась она могла бы увеличиться еще побольше но сейчас жуткие морозы на самом деле у нас помимо того что мерзну я мерзнет линда очень сильно поджимает лапы и люсик все-таки еще маленькие и у него еще голая пусика у меня просто во шерсти и тоже достаточно сильно мерзнет но как минимум полчаса за прогулку сейчас мы гуляем так что и так я уже сказал от 17000 до 22000 шагов то есть это от 10 километров в день до 16 километров в день я прохожу и гуляю я в нашем районе то есть я далеко в принципе не хожу плюс у меня какой-нибудь поход в магазин есть поход может быть там в kfc или по делам за кормом животным и так далее потом уже в дальнейшем на какую-то отдельную прогулку я не хожу но я хожу много и помимо всего этого у меня еще есть тренировка я тренируюсь практически каждый день но это не такие выматывающие и долгие тренировки какие были у меня например в костроме то есть я засекаю где-то ну максимум максимум полчаса и делаю там по отдельности там у меня день рук плеч и спины по отдельности там день ног у меня вот каждый раз качаю пресс и иногда у меня йога с йогой сейчас очень трудно потому что йога подразумевает расслабление отвлечение мыслей такой некоторый покой но так как у тебя этот маленький щенок собаки они не дают тебе нормально сосредоточиться всегда йога я сейчас занимаюсь гораздо гораздо реже предпочитаю более такие силовые упражнения вот но если выводить в среднем вот количество шагов которые ты однозначно будешь проходить собаками даже если ты не гуляешь с ними там по два часа а если ты не отправляешься с ними в лес 10 тысяч шагов день будет сто процентов в этом приложении кстати для фитнес браслета написано что всемирная организация здравоохранения рекомендует для поддержания здоровья ходить хотя бы 8000 шагов день моем случае это блин как совсем мало но опять-таки потому что меня собаки я не знаю сколько бы я ходила в день вот зимой летом то понятно там вышла и гулять как хочешь а то все таки холодно я не знаю если бы у меня не было собак гуляла либо я с ними так много и так часто 10 тысяч шагов вы всегда пройдете даже если вы гуляете три раза в день например по полчаса каждый раз ну да конечно же решающее значение в этом плане имеет дисциплина и ваш ваша приверженность собачьему графику все остальные вот то что после 10 тысяч шагов это уже идут мои какие-то отдельные выходы там в магазин по делам еще куда-то вот так например вчера я ездила в москву и все равно у меня получилось это 20-22 тысячи шагов я честно вам скажу это много потому что я чувствую себя постоянно уставший то есть у меня постоянно такая не скажу что хроническая усталость но я хорошо сплю но при этом ощущаю как будто я отпахала рабочую смену когда мне было только одна линда и мы гуляли два раза в день у меня вот таких ощущений ощущений не было но сейчас что есть то есть но при этом я уверена как только как наконец-то наступит весна будет лето и наконец-то будет утром светло то эти 20 тысяч возможно умножится еще на два кто его знает но в любом случае ходить полезно ходить здорово и давайте я сейчас отвечу на свой вопрос который вынесла в начале этого ролика можно ли отказаться в принципе от какого-либо спорта если у тебя есть собаки собакой ты выхаживаешь с ними быстро в таком активном темпе больше двадцати тысяч шагов в день вы знаете в целом и в общем зависит все от того как вы гуляете потому что если вы гуляете таким медленным прогулочным шагом созерцаете там крыши домов польза такой прогулки вот именно пользы на сердце то есть на выносливости в принципе особо не будет твоими собаками так не погуляешь что приходится прям проявлять чудеса ловкости и пробежки устраивать небольшие потому что постоянно на поводке коротком с линдой это то еще не удовольствие поэтому я стараюсь и выбегивать их и с ними тоже бегать достаточно активные наши прогулки проходят вот знаете такие интервальные вот вы чуть-чуть пришли с песиком чуть пробежались потом ускорились потом снова замедлились потом можно проиграть с ними снежки тоже никакая активность для хозяина в таком случае это отличная замена как мне кажется тем же уличным пробежками зимнее время года то что зимой бегать я вот не могу лично у меня мерзнет лицо очень сильно не могу мне не комфортно мне не нравится хотя я очень люблю бегать и с наступлением весны обязательно надену кроссовки и пойду со своими песиками на пробежку но вот сейчас мне кажется это очень хорошая замена это очень хорошая дисциплина потому что вы никогда не сможете увильнуть от вот такой тренировки и прогулки со своими собаками то что им надо с ними нужно гулять независимо от вашего желания погоды за окном и вообще поэтому мне кажется это круто по поводу отказа вообще от тренировок и спорта в принципе я считаю это неправильно вот я служу по себе потому что я очень сильно зависима от физических упражнений потому что как только я перестаю заниматься я чувствую как превращаю какое-то жилье просто и даже по лестнице я потом не могу пройти спокойно не задыхаясь я это сразу чувствую поэтому все таки я бы добавила к всему этому хотя бы минимальные силовые упражнения хотя бы на спину на руки на пресс и приседания хотя бы вот я имею ввиду не просто приседания без веса конечно больших минимальных хотя бы вес но это это лично мое мнение это то что делаю я тогда это минимум у меня становая тяга это приседания пресс я делаю почти каждый день так без фанатизма просто для поддержания формы скажем так ей руки руки просто очень люблю тренировать или отжиматься гантелями все таки вот мне в общем то нравится когда руки выглядят более менее рельефа вот и все и можно добавить растяжку и йогу да и на самом деле такой график тренировок очень удобно для холодного времени вода потому что с наступлением тепла мне не очень нравится тренироваться вообще в домашних условиях мне достаточно скучно поэтому я чаще выбираюсь на какие-то спортивные площадки тренируюсь там на брусьях турниках это как-то веселее на свежем воздухе на природе ну как-то приятнее вот и дома я делаю только йогу летом я дома вообще не занимаюсь гантелями я не тренируюсь особо это в основном йога и уличные тренировки включая объекта брусья и прочее летом у меня такой маленький отпуск от домашних тренировок вот иногда я думаю блин такой холодной стране но с другой стороны тоже здорово потому что холодная погода загаляет иммунитет и таким образом даже наоборот бережет нас от простуд и всевозможных болезней или конечно тепло одеваться и делать это разумно и по погоде поэтому друзья все на этом я завершаю свой ролик надеюсь вам было интересно узнать о моих таких выводах если у вас остались какие-то вопросы пишите их в комментарии оставляйте вообще свои любые комментарии под видео не забывайте подписываться на наш инстаграм и читать статьи в авторском блоге псы городских окраин на дзем все ссылки внизу в описании все до встречи и очень скоро увидимся в следующих роликах пока пока